Брэм Стокер, Дракула, глава 12, дневник доктора Сьюарда, 18 сентября. Немедленно по получению телеграммы я поехал в Хилингем и добрался от удара на утром. Оставив свой кэп и ворот, я пошел по дорожке. Я осторожно постучал и позвонил как можно тише, так как боялся потревожить Люси или ее мать, и надеялся, что разбужу только прислугу. Но никто не вышел, а я снова постучал и позвонил. Опять нет ответа. Я проклинал ей прислуги в такой поздний час валявшейся в постели, так как было уже 10 часов, и нетерпеливо постучал и позвонил еще раз. Но ответа все не было. До сих пор я винил только прислугу, но теперь мной начал овладевать ужасный страх. Я не знал, чем вызвано это странное молчание. Отчаянием ли перед неумолимостью Рока, крепко стягивавшего нас, или тем, что передо мной дом смерти, куда я пришел слишком поздно. Я знал, что минута, даже секунда запоздания равняется часам страдания для Люси, если с нею снова повторился один из ее ужасных припадков. И я обошел вокруг дома в надежде найти где-нибудь случайный вход. Я не нашел нигде даже намека на это. Все окна и двери были закрыты, и я, расстроенный, снова вернулся к дверям. Тут я вдруг услышал топот быстро мчавшейся лошади. Топот за тиху ворот, и несколько секунд спустя я увидел бегущего по дорожке доктора Ван Хелсенда. Увидев меня, он воскликнул. «Так это вы? И вы только что приехали? Как оно? Мы опоздали? Получили вы мою телеграмму?» Я ответил так скоро и связанно, как только мог, что получил телеграмму рано утром, и что не потерял ни одной секунды, чтобы сюда прийти, и что мне никак не удается дозвониться. Он был в недоумении и сказал, «Ну, тогда, боюсь, мы опоздали. Да будет воля Божья». Но если нигде не найдется открытого входа, нам самим придется как-нибудь устроить вход. Время для нас теперь дороже всего. Мы подошли к задней стороне дома, куда выходило кухонное окно. Профессор вынул из чемодана хирургическую пилу и передал ее мне, указав на железную решетку окна. Я принялся за дело, и вскоре три прута было распилено. Затем с помощью длинного тонкого ножа мы вытащили решетку и открыли окно. Я помог профессору влезть и сам последовал за ним. В кухне и людской никого не оказалось. Мы осмотрели все комнаты, и когда, наконец, пришли в столовую, скудно освещенную светом, проникавшим сквозь ставни, то нашли четырех служанок, лежащих на полу. Ясно было, что они живы, так как их тяжелое дыхание, едкий запах опья в комнате объясняли все. Ван Хелсинг посмотрел на меня и, направляясь дальше, сказал, «Мы можем вернуться к ним позже». Затем мы вошли в комнату Люси. На секунду мы приостановились у дверей и прислушались, но ничего не услышали. Дрожая, побледнев от странного предчувствия, мы тихо открыли дверь и вошли. Как я вам впишу, что мы увидели? На постели лежали две женщины, Люси и ее мать. Последняя лежала дальше от нас и была покрыта белой простынью, уголок которой был отогнут ветром, врывавшимся через рельсбитое окно, открывая бледное искаженное лицо с отпечатком пережитого страха. Около нее лежала Люси с бледным и еще более искаженным лицом. Цветы, положенные нами вокруг ее шеи, были на груди матери, а шея Люси была открытой, и на ней были видны две маленькие ранки, такие же, как и раньше, но только края их были ужасно белые и изорваны. Не говоря ни слова, профессор приложил голову к груди Люси, затем быстро повернул голову в сторону, как будто прислушиваясь к чему-то, и вскочив на ноги, крикнул ей, «Еще не слишком поздно! Скорее, скорее, принесите водки!» Я помчался вниз и вернулся с водкой, причем попробовал и понюхал ее с предосторожности, боясь, как бы и она не оказалась отравленной, как тот графин Хересу, который я нашел на столе. Служанки все еще спали, но дыхание их стало тревожнее, по-видимому, снотворно начинало утрачивать свое действие. Я не остановился, чтобы убедиться в этом, а вернулся к Ван Хелсингу. Он натер водкой губы, десны, кисти и ладони Люси и сказал мне, «Здесь пока больше ничего нельзя сделать. Ступайте и приведите в чувства служанок. Похлопайте их по крепче мокрым полотенцам по лицу. Пусть они разожгут огонь и приготовят горячую ванну. Эта бедняжка почти так же холодна, как ее мать. Ее нужно согреть раньше, чем приниматься за что-нибудь другое». Я тотчас же спустился, и мне нетрудно было разбудить трех из них. Четвертая была еще очень молода, и отрава подействовала на нее сильнее, чем на остальных, так что я положила ее на диван и дал ее выспаться. Другие сначала были одурманены, как даже сознание к ним вернулось, они стали истерически плакать и рыдать. Но я сказала им, что достаточно и одной погибшей жизни, если же они станут медлитой, погубят и Люси. Рыдая и плачь, они, как были полуодеты, принялись за работу, развели огонь и вскипятили воду. Мы приготовили ванну, вынесли ей на руках Люси и посадили ее туда. В то время, как мы растирали ее члены, раздался стук в дверь. Одна из служанок накинула на себя какую-то одежду и выбежала открыть. Затем вернулась, и Шупатом сказала нам, что какой-то господин пришел с поручением от мистера Холлобода. Я велела ей сказать, чтобы он подождал, так как мы очень заняты. Она ушла с поручением, и погружена в свою работу, я совершенно забыла о ней. Наконец, мы заметили, что теплота начинает производить на Люси некоторое действие. Удары сердца при стетоскопическом исследовании слышались уже яснее, а дыхание стало чуть-чуть более ощутимо. Мы вынули ее из ванны и понесли в другую комнату, которую приготовили за это время. Положили на кровать и влили ей несколько капель водки в рот. Я заметила, что ван Хелсинг завязал вокруг шеи Люси мягкий шелковый платок. Она все еще была без сознания, ей было очень плохо, хуже, чем когда-либо. Ван Хелсинг позвал одну из служанок, велел остаться около Люси и не сводить с нее глаз, пока мы не вернемся. Затем вышел со мной из комнаты. «Нам нужно обсудить, как поступить», — сказал он, когда мы спускались по лестнице. Из передней мы прошли в столовую, где остановились, закрыв за собой двери. Ставни были открыты, но шторы уже опущены с тем уважением к смерти, которая так свойственна британским женщинам низшего круга. Поэтому в комнате царил полумрак. Тем не менее, для нас было достаточно светло. Ван Хелсинг, очевидно, что это тревожило. После небольшой паузы он сказал, что нам теперь делать, куда нам обратиться за помощью. Необходимо доставить ей новый приток крови как можно скорее, потому что жизнь этой бедняжки висит на волоске, она не выдержит больше часа. Я боюсь довериться этим женщинам, даже если бы у них хватило храбрости подвергнуться операции. Как нам найти кого-нибудь, кто бы согласился открыть свои вены ради нее? Не могу ли я вам услужить? Голос раздался с кушетки на другом конце комнаты, и звуки эти принесли облегчение и радость моему сердцу, так как это был голос Квинси Морриса. При первых звуках голоса Ван Хелсинг нахмурился, на выражение его лица смягчилось, и глаза смотрели уже ласково, когда я воскликнул «Квинси Моррис!» и бросился к нему с распростертыми объятиями. «Как вас сюда занесло?» – крикнул я ему, когда наши руки встретились. «Я думаю, причина Арчи». Он вручил мне телеграмму. «Вот уже три дня, как от Сьорда, ничего нет, страшно беспокоюсь. Не могу уехать, отец все еще в том же положении. Напишите, здорово ли, Люси? Не медлите. Хомвуд». «Мне кажется, что я пришел как раз вовремя. Вы ведь знаете, что вам стоит только сказать слово, чтобы я сделал все». Ван Хелсинг шагнул вперед, взял его за руку и, взглянув ему прямо в глаза, сказал «Кровь храброго человека – самая лучшая вещь на свете, когда женщина в опасности. Вы настоящий мужчина, в этом нет сомнений. Прекрасно, пусть черт работает изо всех сил, но Бог шлет нам людей, когда они нам нужны». И снова мы пережили эту ужасную операцию. У меня не хватает сил, чтобы описать ее подробно. Люси, по-видимому, перенесла страшное потрясение, но отразилось на ней сильнее, чем раньше, так как, несмотря на то, что у ее вены была влета масса крови, ее тело не поддавалось лечению так же хорошо, как раньше. Тяжело было смотреть на ее возвращение к жизни. Но, как бы то ни было, работа сердца и легких улучшилась. Ван Хелсинг сделал подкожное впрыскивание. Обмарок перешел в глубокий сон. «Профессор остался сторожить, пока я спустился вниз с Квинси Моррисом и послал одну из служанок отпустить ожидавшего извозчика. Я оставил Квинси отдохнуть, заставил его выпить стакан вина и велел кухарке приготовить солидный завтрак. Тут вдруг мне в голову пришла одна мысль, и я пошел в комнату, где лежала Люси. Когда я тихо вошел, то застал там Ван Хелсинга с несколькими листочками бумаги в руках. Он, очевидно, уже их прочел, и теперь сидел, опершись головой на руку. В глубокой задумчивости. На лице его застыло выражение смутного удовлетворения. Точно он удачно разрешил какое-то сомнение. Он передал мне бумаги, сказав «Это упало с груди Люси, когда я нес ее в ванну». Прочтя я взглянул на профессора и после некоторого умолчания сказал «Ради бога, что все это значит? Была ли она раньше сумасшедшая или же теперь сошла с ума? Или то, что написано, правда, и в этом кроется какая-то ужасная опасность?» Хелсинг ответил мне «Не думайте об этом сейчас. Вы узнаете и поймете все в свое время, но попозже. А теперь скажите, о чем вы собирались мне рассказать?» Это вернуло меня к делу и я снова пришел в себя. Я хотел сказать вам, что надо написать удостоверение о смерти миссис Вистенера. Я снова спустился и вперед не встретил Квинси Морриса с написанной им Артуру телеграммой, в которой он сообщал о смерти миссис Вистенера и о том, что Люся также была больна, но что теперь ее лучшая, что Лан Хелсинг и я с ней. А затем он спросил «Можно мне поговорить с вами, Джон, когда вы вернетесь?» Я кивнул ему в ответ головой и вышел. Я не встретил никаких затруднений при внесении в реестр и велел гробовщику прийти вечером, снять мерку для гроба и взять на себя устройство похорон. Когда я вернулся, Квинси уже ждал меня. Я сказал, что поговорю с ним, как только узнаю о состоянии Люси и вошел к ней в комнату. Она все еще спала, а профессор, по-видимому, так и не двигался с места. Он приложил палец к губам, и я понял, что в скором времени он ожидает ее пробуждения. Когда я вернулся к Квинси, он произнес «Я не люблю бывать там, где у меня нет на то права, но здесь случай исключительный. Вы знаете, как я любил эту девушку. Но несмотря на то, что это все уже в прошлом, я не могу не беспокоиться о ней. Скажите, что случилось. Датчанин очень славный господин. Он сказал, когда вы вошли, что необходима новая трансфузия крови и что вы оба истощены. Я догадываюсь, что вы с Ван Хелсингом уже раз проделали над собой то, что я сделал сегодня. Не так ли? Да, так. И я догадываюсь, что Артур тоже принес себя в жертву. Когда я встретился с ним четыре дня тому назад, он очень плохо выглядел. С тех пор, как у меня в полампасах погибла кобыла в одну ночь, я никогда не видел, чтобы можно было так быстро измениться. Одна из тех больших летучих мышей, которых там называют вампирами, напала ночью на несчастную лошадь, высосала у нее из горла и открытых ран столько крови, что она уже не в силах была оправиться, и мне пришлось пристрелить ее из сострадания. Скажите совершенно откровенно, Джон. Артур был первым, не так ли? Я задумался, так как сознавал, что не следует выдавать того, что профессор держит в секрете. Но Мори знал уже слишком многое, я о многом догадывался, так что не было причины ему не отвечать. Поэтому я ответила ему той же самой фразой. Да, так. И как долго это продолжается? Дней десять. Десять дней? Значит, вены этого бедного создания, которое все мы так любим, за это время вкачали кровь четырех здоровых людей. Помилуй, Господи, да ее тело не выдержало бы этого. Куда же она девалась, вся кровь? Я покачал головой. Куда? Повторил я. Я положительно ничего не соображаю, представить себе не могу. Тут целая серия мелких обстоятельств перепутала все наши распоряжения относительно охраны Люси. Но больше этого не случится. Мы останемся тут, пока все это не кончится. Хорошо ли, дурно ли, как будет угодно Богу. Когда Люси поздно вечером проснулась, то первым движением ее было схватиться за грудь. И, к моему удивлению, она вытащила оттуда те листы, которые Ван Хелсон давал мне прочесть. Осторожный профессор положил их обратно, чтобы она, проснувшись, не встревожилась. Затем она оглянулась кругом и, заметив, где находится, вздрогнула, громко вскрикнула и закрыла свое бледное лицо бледными худыми руками. Мы оба поняли значение этого, то есть, что она вспомнила о смерти матери. Так что мы приложили все старания, чтобы ее успокоить. Когда стемнело, она снова задрожала. Но тут произошло странное явление. Во сне она схватила листки и разорвала их. Ван Хелсон встал и отобрал их у нее, а она продолжала рвать воображаемую бумагу. Наконец, она подняла руки и развела их, как будто разбрасывая оставшиеся куски. Ван Хелсон был поражен и нахмурился, что-то соображая, но ничего не сказал. 19 сентября Прошлую ночь она спала очень неспокойно, как-то все боялась заснуть, и когда проснулась, то чувствовала себя немного слабее. Профессор и я по очереди сторожили ее и не оставляли ни на минуту. Квинси Моррис ничего не говорила о своих намерениях, но я знал, что он всю ночь бродил вокруг дома и сторожил. На следующий день при дневном свете мы увидели, насколько ослабела наша бедная Люси. Она с трудом шевелила головой, и то уничтожное количество пищи, которое она в состоянии была принять, нисколько не помогло ей. Временами она дрожала, и оба мы, ван Хелсон и я, заметили, какая большая разница наблюдалась в ней, когда она спала, в сравнении с своим состоянием после сна. Во сне она выглядела сильнее, хотя бледнее, и дыхание было ровнее. Открытый рот обнажал бледные бескровные десны, причем зубы казались как-то длиннее и острее, чем обыкновенно. Когда же она бодрствовала, то мягкий взгляд ее глаз менял выражение лица. Она снова становилась похожей на себя, хотя очень изменилось это истощение и казалось, что сейчас умрет. Вечером она спросила об Артуре, и мы вызвали его телеграмму. К Винси поехал на вокзал встречать его. Артур приехал около шести часов вечера. Когда он увидел ее, то его охватило чувство умиления, и никто из нас не мог произвести ей слово. В течение дня припадки сонливости стали учащаться, так что возможности разговаривать с ней почти не было. Все-таки присутствие Артура подействовало на нее возбуждающе. Она немного посмеялась и разговаривала с ним веселее, чем с нами до его приезда. Он сам тоже немного ободрился. Теперь около часа ночи он и Ван Хелсинг все еще сидят около нее. Через четверть часа я должен их сменить. Я сейчас записываю все это на фонограф Люси. До шести часов они смогут отдохнуть. Я боюсь, что завтра конец нашим заботам, так как потрясение было слишком сильно. Бедное дитя не может выдержать. Да поможет всем нам Бог. Письмо Мины Харкер Люси Вестенера. Нераспечатанное ею. 7 сентября. Моя дорогая Люси, кажется, целый век я ничего не слышала о тебе, или, вернее, ничего тебе не писала. Я знаю, что ты простишь мне мой грех, когда прочтешь весь мой запас новостей. Мой муж благополучно вернулся. Когда мы приехали в Экситер, нас уже ждала коляска. В ней сидел мистер Халкинс, приехавший нас встречать, несмотря на то, что снова сильно страдает подагрой. Он повез нас к себе, где нам были приготовлены удобные и уютные комнаты, и мы все вместе пообедали. После обеда мистер Халкинс сказал. Мои дорогие, пью за ваше здоровье и благополучие, и желаю вам обоим бесконечного счастья. У меня никого нет на свете, и я решила все оставить вам. Дорогая Люси, я плакала, когда Джонатан и этот старик пожимали друг другу руки. Это был очень-очень счастливый вечер для нас. Итак, мы теперь обосновались в этом чудесном старом доме. Я страшно занята устройством квартиры и хозяйством. Джонатан и мистер Халкинс заняты целыми днями, так как, взяв Джонатана в компаньоны, мистер Халкинс хочет посвятить его во все дела своих клиентов. Как поживает твоя милая матушка? Хотелось бы мне приехать к вам в город и увидеть вас, дорогие мои, но я не смею, так как у меня слишком много дел, а за Джонатаном нужно очень и очень ухаживать. Он уже начинает полнеть, но все же страшно ослабел после своей долгой болезни. Теперь я рассказала тебе все свои новости, послушая твои. Когда твоя свадьба? Где и кто будет вас венчать? И что ты наденешь? И будет ли это торжественная или скромная свадьба? Расскажи мне обо всем, дорогая, так как нет ничего, что не интересовало бы меня и не было бы мне дорого. Джонатан шлет тебе привет. Прощай, моя дорогая, да благосовит тебя Бог. Твоя Мина Харкер. Отчет Патрика Хеннесси, Д.Н. М. Р. С. Л. К. К. Ю. С. П. А. И так далее. Джону Сьюарду, Д.Н. 20 сентября. Дорогой сэр, согласно вашему желанию, прилагаю при всем отчет о всех делах, порученных мне. Что касается пациента Ренфилда, то о нем есть много новостей. С ним был новый припадок, который мог очень плохо кончиться, но который, к счастью, не имел никаких последствий. Вчера после обеда двухколесная повозка подвезла к пустому дому, который граничит с нашим двух господ. К тому самому дому, куда, помните, дважды убегал пациент. Эти господа остановились у наших ворот, чтобы спросить, как им туда пройти. Они, очевидно, иностранцы. Я стояла у окна кабинета и курил после обеда, и видел, как один из них приближался к дому. Когда он проходил мимо окна Ренфилда, пациент начал бронить его и называть всякими скверными словами, какие знал. Господин же, казавшийся очень порядочным человеком, ограничился тем, что ответил ему, «Перестань, ты, грубый нищий». Затем наш пациент начал обвинять его в том, что он его обкрадывает, что хотел его убить, и сказал ему, что он ему помешает, если только тот снова вздумает сделать это. Я открыл окно и сделал господину знак, чтобы он не обращал внимания на слова больного. Он ограничился тем, что гляделся вокруг, как будто желая понять, куда он попал, и сказал, «Боже, меня сохрани обращать внимание на то, что мне кричат из несчастного сумасшедшего дома. Мне очень жаль вас и управляющего, которым приходится жить в одном доме с таким диким животным, как этот субъект». Затем он очень любезно спросил меня, как ему пройти в пустой дом, и я показал калитку. Он ушел, а вслед ему сыпались угрозы, проклятие и ругань Рейнфилда. Я пошел к нему, чтобы узнать причину его злости, так как он всегда вел себя прилично, и ничего подобного с ним не случалось, когда он не был в припадке буйства. К моему великому удивлению, я застал его совершенно успокоившимся и даже веселым. Я старался навести его на разговор об этом инциденте, но он коротко начал расспрашивать меня, что я этим хотел сказать, и заставил меня поверить тому, что он тут совершенно ни при чем. И все-таки, как ни печально, это казалось не что иное, как хитрость, так как не прошло и получаса, как я снова услышал о нем. На этот раз он снова разбил окно в своей комнате и выскочив из него мчался по дорожке. Я крикнул сторожу, чтобы он последовал за мною, а сам побежал за Рейнфилдом, так как боялся какого-нибудь несчастья. Мои опасения оправдались. Около повозки с большими деревянными ящиками, которые уже проезжало раньше, стояли несколько человек с багровыми лицами и утирали вспотевшие от тяжелой работы лбы. Раньше, чем я успел подойти, наш пациент бросился к ним, столкнул одного из них с повозки и начал колотить его головой об землю. Если бы я не схватил его вовремя, то Рейнфилд убил бы его на месте. Его товарищ схватил тяжелый кнут и стал бить Рейнфилда рукояткой кнута по голове. Это были ужасные удары, но Рейнфилд, казалось, не почувствовал их. Бросился на него и боролся с нами троими, раскидывая нас во все стороны, как котят. Вы знаете, что я довольно грузен и те два тоже дюжи молодцы. Сначала он вел себя довольно спокойно в драке, но как только понял, что мы его осилили и что сторожи надевают на него смирительную рубашку, начал кричать. Я хочу их уничтожить. Они не смеют меня грабить, они не смеют убивать меня постепенно. Я сражаюсь за своего лорда и хозяина. И всякие бессвязные фразы. Порядочного труда стоило нам вернуть его домой и водворить в обитую в Велоком комнату. Один из сторожей, Харди, сломал себе при этом палец, но я сделала ему перевязку, и он уже поправляется. Письмо Мины Харкер Люси Вестенера, нераспечатанное ею. 18 сентября. Моя дорогая Люси, какой удар для нас. Мистер Хаукинс внезапно умер. Многие подумают, что это вовсе не так печально для нас, но мы оба так полюбили его, что нам положительно кажется, что мы потеряли отца. Джонатан сильно сокрушается. Он опечален, глубоко опечален. Не только тем, что утратил этого доброго старика, так хорошо всю жизнь относившегося к нему, заботившегося о нем, как о родном сыне, и в конце концов оставившего ему такое состояние, которое нам, скромным людям, обыкновенно кажется неизбыточной мечтой, но чувствует эту утрату еще в другом отношении. Он говорит, что ответственность, которая теперь целиком падает на него, заставляет его нервничать. Он начинает сомневаться в себе. Я стараюсь его подбодрить, и моя вера поддерживает его веру в себя. А то сильное потрясение, которое он недавно перенес, отражается на нем теперь еще больше. Прости, дорогая, что беспокою тебя своими горестями в те дни, когда ты так счастлива. Но, дорогая Люси, мне приходится быть мужественной и веселой при Джонатане, а это стоит большого труда и не с кем отвести душу. Послезавтра придется быть в Лондоне, так как мистер Халкинс перед смертью выразил желание быть похороненным около своего отца. Поскольку у него нет никаких родственников, то Джонатан должен принять на себя все хлопоты по погребению. Я постараюсь забежать к тебе, дорогая, хоть на несколько минут. Прости, что потревожила тебя. Да благословит тебя Бог. Любящая тебя, Мина Харкер. Дневник доктора Сьюарда. 20 сентября. Я сменил Ван Хелсинга при Люсе. Мы хотели, чтобы Артур тоже пошел отдохнуть, но он отказывался, и только тогда согласился идти, когда я сказала ему, что он понадобится нам днем, и что будет плохо, если мы все одновременно устанем, так как от этого может пострадать Люси. Артур ушел вместе с Ван Хелсингом, бросив пристальный взгляд на бледное лицо Люси, которое было белее полотна подушки, на которой покоилась ее голова. Люси лежала совершенно спокойно и мелько моглядела комнату, как бы желая убедиться, что все в ней так должно быть. Профессор снова развесил повсюду цветы чеснока. Отверстие в разбитом окне было заткнуто чесноком, и вокруг шеи Люси над шелковым платочком, который Ван Хелсинг заставил ее повязать, был сплошной густой венок из этих же благоухающих цветов. Люси как-то тяжело дышала и выглядела гораздо хуже, так как полуоткрытый рот обнажал открытые десны. Зубы в сумерках казались еще длиннее, чем утром. Благодаря игре света казалось, будто у нее образовались длинные острые клыки. Я присела на кровать, и она шлинула, словно почувствовала себя неловко. В это время раздался глухой звук, точно кто-то постучал в окно чем-то мягким. Я осторожно подошел и выглянул за отогнутый край шторы. Светила полная луна, и я увидел, что этот шум производила большая летучая мышь, которая окружилась у самого окна. Очевидно, притянутая светом, хотя и тусклым. Постоянно ударяясь крыльями об окно. Когда я вернулся на свое место, то заметил, что Люси слегка пододвинулась и сорвала со своей шеей венок из чеснока. Я положил его обратно и продолжал сторожить. А затем она проснулась, и я дал ей поесть, как предписал Ван Хелсинг. Она поела очень мало и нехотя. В ней не было больше заметно той бессознательной борьбы за жизнь, которая до сих пор служила доказательством крепости ее организма. Меня поразило, что как только Люси пришла в себя, она тотчас же лихорадочным движением прижала к груди цветы. Необычайно страшно было то, что стоило ей впасть в свои страны. Как бы литургический сон с тревожным дыханием, она сбрасывала с себя цветы, а проснувшись, снова прижимала их к себе. Я не мог допустить случайности этого явления, так как в продолжение долгих ночных часов, которые я провел, оберегая ее сон, она постоянно то засыпала, то просыпалась и всякий раз повторяла те же движения. В шесть часов Ван Хелсинг сменил меня. Когда он увидел лицо Люси, он испуганно вздрогнул и сказал резким шепотом, «Откройте шторы, мне нужен свет». Затем он наклонился и, почти касаясь Люси, осмотрела ее. Сдвинув цветы и сняв шелковый платок шеи, он посмотрел и отшатнулся. Я тоже наклонился и взглянул на шею. То, что я увидел, поразило и меня. Раны на шее совершенно затянулись. Целых пять минут Ван Хелсинг молча стоял и сурово глядел на нее, затем обернулся ко мне и спокойно сказал, «Оно умирает. Теперь это протянется недолго. Заметьте, будет иметь громадное значение, умрет ли она в сознании или во сне. Разбудите нашего несчастного друга. Пусть он придет и посмотрит на нее в последний раз. Он доверял нам». Я пошел в столовую и разбудил Артура. В первую минуту он был как в дурмане, но когда увидел луч солнца, пробравшийся сквозь щель в ставне, то перепугался, что опоздал. Я уверил, что Люси все время спала, но намекнул, как мог осторожно, что мы с Ван Хелсингом боимся, как бы это не было ее последним сном. Он закрыл лицо руками, опустился на колени у кушетки и оставался в таком положении несколько минут, молясь. Когда мы вошли в комнату Люси, я заметил, что Ван Хелсинг со свойственной ему предусмотрительностью решил идти напрямик и постарался обставить и устроить все как можно лучше. Он даже причесал Люси, так что волосы ее светлыми прядями лежали на подушке. Когда она увидела Артура, то тихо прошептала, «Артур, о моя любовь, я так рада, что ты пришел». Он нагнулся, чтобы поцеловать ее, но Ван Хелсинг быстро дернул его назад. «Нет», – прошептал он ему на ухо, «не теперь. Возьмите ее за руку, это успокоит ее больше». Артур взял Люси за руку и встал перед ней на колени. Она ласково посмотрела на него своими добрыми, чудными ангельскими глазами. Затем она медленно закрыла глаза и задремала. Грудь ее тяжело поднималась, и она дышала, как уставшее дитя. Тут с нею снова произошла та же перемена, которую я не раз наблюдал ночью. Ее дыхание стало тяжелее, губа вздернулась и открыла бледные десны, благодаря чему ее зубы казались длиннее и острее, чем раньше. Оно в полусне бессознательно открыло глаза, ставшие вдруг мутными и суровыми, и сказала таким странным и сладо-страстным тоном, какого никто из нас никогда от нее не слышал. «Артур, любовь моя, я так рада, что ты пришел. Поцелуй меня». Артур быстро наклонился, но тут Ван Хелсинг, пораженный, как и я, ее тоном бросился к нему, схватил обеими руками за шиворот и со страшной невероятной силой отшвырнул прочь. «Ради вашей жизни», — сказал он, «ради спасения вашей собственной ее души. Не прикасайтесь к ней». Артур сначала не знал, что ему делать и что сказать, но раньше, чем приступ зубы успел овладеть им, он сообразил, в каких условиях он находится, и молча остался стоять в углу. Ван Хелсинг и я взглянули на Люси и увидели, как по ее лицу промелькнула тень бешеной ярости. Острые зубы щелкнули с досады. Вскоре после того она снова открыла глаза и, протянув свою бледную худую ладонь, взяла Ван Хелсинга за его большую загорелую руку и, притянув к себе, поцеловала ее. «Мой верный дорогой друг», — произнесла она слабым голосом, «мой и его верный друг, берегите его и дайте мне надежду на покой». «Клянусь вам», — ответил он торжественно, подняв руку, точно клялся в суде. Затем повернулся к Артуру и сказал, «Водите сюда, дитя мое, возьмите ее за обе руки и поцелуйте в лоб, но только один раз». И встретились их глаза, а не губы, так они и расстались. Глаза Люси закрылись. Ван Хелсинг, стоящий около, взял Артура под руку и отвел в сторону. Затем дыхание Люси стало снова тревожным и вдруг совсем прекратилось. «Все кончено», — сказал Ван Хелсинг. «Она умерла». Я увел Артура в гостиную, где он стал так рыдать, что я не в силах был на него смотреть. Я вернулся в комнату, усопший, застал Ван Хелсинга, глядящего на Люси необычайно суровым взглядом. С ней произошла какая-то перемена. Смерть вернула ей часть былой красоты. Черты лица смягчились. Даже губы не были больше так бледны. Как будто вся кровь, в которой больше не нуждалось ее сердце, прилила к лицу и старалась по мере возможности смягчить неприглядную работу смерти. Я стояла около Ван Хелсинга и сказала ему, «Ну вот, наконец-то бедняжка нашла покой. Все кончено». Он повернулся ко мне и сказал торжественно, «Нет, увы, еще далеко не все. Это только начало». Когда я спросил, что он хочет этим сказать, он лишь покачал головой и ответил, «Пока мы ничего не можем сделать. Подождем и посмотрим». Субтитры создавал DimaTorzok